Это лайф. Мы продолжаем полчаса. С вами еще буду я, Оксана Кочкина. Предлагаю такой урок арифметики от Евгения Дода провести. Это бывший глава Росгидра. Он сейчас в последствии им находится. Итак, у него есть жена официальная, а от нее двое детей. Выяснилось, что есть еще две любовницы, и от каждой тоже по двое детей. Еще в каждой семье и официальной, и неофициальной много недвижимости и машин. То, что известно лайфу, вам расскажу. Шикарные апартаменты в башне Санкт-Петербург. Это комплекс Москва-Сити, вот он красивый. Достались возлюбленной по имени Диана. Ей 29, и выглядит она вот так. Жгучая брюнетка и бывшая модель. Ее апартаменты в Небоскребе стоят 100 миллионов рублей. Вздохнули сейчас все, кто снимает квартиру. Давайте дальше. Есть еще одна эффектная женщина, ей уже 35. Это блондинка, бывшая модель. У нее апартаменты скромнее, всего-навсего в Крылатских холмах. Это жилой комплекс, но выглядит дом по сравнению с тем, на который мы только что смотрели, конечно, не очень. 154 квадрата. 154. Это пять однушек хрущевок. И стоят все эти прекрасные квадраты 47 миллионов рублей. На самом деле, каждый из своих возлюбленных, официальных, неофициальных, Евгений Дотт, щедро еще и машины покупал. Нужно же как-то за продуктами ездить. А ведь есть и жена законная, 46-летняя Екатерина Дотт. Она в лучшие времена жила в Лондоне, теперь исключительно в Москве. Статная блондинка в сопровождении адвоката появилась в суде задолго до супруга. И все это время ждала его в коридоре, в толпе журналистов. Как раз оттуда кадры. Недавно в Басманном суде арестовали два дома и две квартиры в центре Москвы, на Дмитровском переулке. Они как раз официальной супруге экс-главы Росгидера принадлежали Екатерине Дотт. Также за ней числятся два дома и несколько земельных участков, но уже не в столице, а в Подмосковье. Субтитры создавал DimaTorzok